Ко дню Победы Самару украсит в едином стиле. На набережной, площади Славы, в Струковском саду, парках Победы и Гагарина установят тематические арт-объекты. Появятся и дополнительные цветочные тапиарные фигуры. К маю город украсит тюльпанами. В этом году в Теплицах готовят на 30% больше саженцев. Особое внимание улицам, которые носят имена героев. Уважаемый главы района, к вам тоже обращаюсь. Пожалуйста, ревизию проведите по всем тем улицам, которые носят имена героев Великой Отечественной войны. Посмотрите, но обратите внимание, вы уже знаете, на вывески, на аншлаги, которые там стоят. Проговорите с людьми, кто на этих улицах работает. Напомните, что у нас начался юбилейный год, что все-таки какая-то тематика Великой Отечественной войны должна присутствовать на их фасадах. Ну и, конечно, все лишнее, все незаконное однозначно надо убирать. У нас предложение дополнительно оформить эти улицы, там, где начало улицы, конец, навигационными кубами или информационными указателями, на которых была бы выведена информация по герою Великой Отечественной войны и исторические справки относительно того, какие заслуги имели эти исторические личности. Сейчас в Самаре проживают больше 8,5 тысяч ветеранов. Все они получат подарки к 9 мая. Глава города поручил выяснить, нуждается ли кто-нибудь из них в ремонте жилья и провести его, где это нужно. На отдельном контроле все ремонты по ветеранам и, конечно, главы районов. Еще раз, пожалуйста, посмотрите, как у нас с вами живут ветераны. Мы знали, какая-то помощь необходима в ремонте, в других каких-то услугах. В Самаре приведут в порядок 250 памятников и мемориальных досок. Особое внимание – аллеи трудовой славы. Продолжится проект «Память героев», по которому устанавливают мемориальные доски героям-куйбушевцам. Запланировано несколько больших выставок. Одна из них – история Куйбушевской студии кинохроники «Война сквозь объектив». В парках города пройдут кинопоказы военных фильмов для горожан. В планах и различные театральные постановки, спектакли, концерты. Не останется в стороне и молодое поколение. Школьники будут навещать и поздравлять участников войны. Запланирована и новая добровольческая акция «Победная весна». Это может быть концерт, это может быть помощь хозяйственная какая-то. То есть дойти до каждого ветерана. Планируем, что в этой акции у нас примут участие больше двух тысяч жителей. Ну, это если в декабре мы проводили елку желания для детей-сирот, это будет своеобразная акция елка желания для ветеранов Великой Отечественной войны. Запланирован ряд общегородских патриотических акций. Одна из них – Лес Победы. Самарцам предложат в память о своем родственнике погибшим в годы войны посадить дерево. Территорию, где можно будет посадить лес, сейчас определяет Департамент городского хозяйства и экологии. Глава города поручила районам предлагать новые идеи. Уже сейчас готовится к месячнику по благоустройству. К началу мая город должен быть убран. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров, События.